Доброе утро! Вы смотрите новости на телеканале Катунь 24. С вами я, Анастасия Борисова. И перейдем к выпуску. Маски сегодня нужны всем. Депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Наталья Кувшинова передала 2000 медицинских масок, которые защитят от вируса водителей и кондукторов Барнаула. Именно они сегодня находятся в зоне риска, каждый день перевозят по несколько десятков тысяч пассажиров. Чтобы не заразиться и не заболеть ежедневно водителям и кондукторам, необходимо менять маски каждые три часа. Напомню, в Алтайском крае коронавирусом больны уже более 20 человек. Вырастить еще больше пшеницы, льна, гречихи и рапса, накормить страну, увеличить экспортные поставки. Задача алтайских хлеборобов и переработчиков. Пассивная кампания 2020 стартовала. О планах аграриев в нашем сюжете. Агрохимия, удобрения, ГСМ, запчасти на предприятии Анатолия Иванова успели закупить по старым ценам. Правда, агрономы опасаются, что пандемия все же нанесет удар. Склады запчастей для импортной техники могут опустить, а агрохимия из-за скачков доллара подорожать. Но пока это проблемы будущего. Сейчас главное – выйти в поля в срок. В этом сезоне мы заготовили объем удобрений. Это сульфат аммония порядка тысячи тонн. 130 тонн мы заготовили аммиачной селитры. Закупили 160 тонн сложных удобрений. Готовые на 100%. Ждем только погоды. И мы в полях. Паводка фермеры Косихинского района не боятся. Поля находятся на возвышенности. Грунтовые воды лежат глубоко. Поэтому ничто не помешает засеять 7 тысяч гектаров. А зимой и яровой пшеницей, гречихой, льном, рапсом, подсолнечником и овсом. Осталось только подлатать технику. Этот опрыскиватель и разбрасыватель в поля выйдет самым первым уже через 10 дней. И все за счет шин низкого давления. Если Косихинским аграриям начать полевые работы только предстоит, фермеры Усть-Пристонского, Кулундинского, Ключевского, Угловского и Михайловского районов поля уже вышли. Несмотря на пандемию коронавируса в Алтайском крае, разрешена деятельность всех агропромышленных организаций. Правда, цены на импортную химию и технику заметно подскочили на 10-15%. Надо понимать, что и отечественная промышленность на сегодня в последние годы укрепила свои позиции и имеет большой ассортимент как техники, так и средств защиты растения. Поэтому агроснабжинские компании сегодня нашего региона готовы удовлетворить спрос на все позиции и подобрать достойную альтернативу импорту по более приемлемым ценам. Помогут аграриям и льготным кредитованием. В этом году сумма поддержки 345 миллионов рублей. Фермеры уже подали 304 заявки на короткие кредиты и 142 заявки на длинные. Анастасия Борисова, Анатолий Фукс, Новости. Между ямами и проезжей частью такова дорога к знаниям учеников Барнаульской школы номер 125. Почему детям придется ходить по небезопасному маршруту, разбирался Константин Ганов. Почти 25 лет эта калитка свободно открывалась. К ней даже дорожку асфальтированную проложили. Но в начале весны этот проход к школе номер 125 на улице Шумакова заварили электросваркой. Зачем это было сделано? Нам объяснили, что на основании представления прокуратуры 2017 года и на основании закона есть всего лишь две калитки, то есть два прохода, которые сквозные, и другие проходы не предусмотрены. Сквозных проходов у территории школы номер 125 осталось гораздо больше двух. Но наказали почему-то только жителей одного из домов, известных как Кресты на улице Шумакова. Вместо заваренного старого прохода в школу детям предлагают идти по автомобильной дороге мимо гаражей. О том, что это небезопасно, видимо, никто не думал. Вот по этой нечищенной проезжей части администрация индустриального района предлагает ходить детям в школу. Когда здесь час пик, когда машины выезжают из гаражей, здесь невозможно пройти. Ну и проехать тоже будет достаточно сложно. Дорогу в эту школу иначе как небезопасной не назовешь. Что предпринять? Этот вопрос наша редакция отправила в районную администрацию, где нам ответили, чтобы дети не пострадали на проезжей части по дороге в школу, с ними организованы профилактические занятия по безопасному поведению на дорогах. Решение вопроса выглядит как минимум странно. Тем более, что вторая доступная дорога в школу пролегает через старые полуразвалившиеся погреба и ямы. Вопрос остается один. Кто понесет ответственность, Если с кем-то из школьников случится беда. Константин Ганов, Сергей Балуев. Новости. И на этом наш выпуск новостей завершен. С вами была Анастасия Борисова. Не переключайтесь.